Россия объединяет общими целями, одной землей и за одним столом. В зале Дворянского собрания представители всех национальных общин и конфессий региона. Евреи, татары, дагестанцы, молдаване в Турской области проживают более трех десятков народностей. Цель одна на всех – процветание малой родины. Очень рады, что те проекты, которые были намечены, они выполнены и выполнены практически на 100%. Наверное, вы знаете, что со стороны нашей организации была заложена аллея памяти и единства, посвященная межнациональному единству советского народа, победившего в годы Великой Отечественной войны. На встрече звучат и конкретные предложения. Жителям нужно больше рассказывать о культуре народности, населяющих регион. Сделать это можно общими усилиями. Например, открыть в областной столице межнациональный центр, в котором независимо от даты смогут встречаться представители диаспор и конфессий. Еще одно предложение – выпустить книгу «Лица Тульского края». Издание расскажет о самых ярких представителях национальности, которые внесли свой вклад в развитие региона. Губернатор эти идеи поддержал. Было предложение снять ролик о деятельности наших национальных общественных объединений. И вот за период с февраля до октября данный ролик был сделан, и это является первым шагом такого освещения деятельности наших организаций. Я думаю, что совместно мы еще далее продолжим эту работу, и возможно, как и было сказано на нашей первой встрече, впоследствии будет готов фильм. Отдельной темой обсуждают проблемы казачества. В Тульской области более 10 казачьих общин. При школах открыты классы. Представители общества привлекают в том числе к охране общественного порядка. Казаки – это настоящие патриоты, отмечает руководитель агентства по делам национальностей. На федеральном уровне уже прорабатывают вопрос о создании Всероссийского казачьего общества. Наш край – по-глубокому старинный казачий край. К сожалению, многие тулики и граждане Тульской области об этом не знают. У нас создан и детский ансамбль казачий, есть ансамбль гармонистов казачий. Много шагов сделано. Осталось, наверное, немного, чтобы власть пошла навстречу и предложила какое-то место, и чтобы мы организовали все-таки центр казачьей культуры. Внимание областных властей к национальным вопросам отвечают и за закрытыми дверями. В ходе рабочей встречи руководитель федерального агентства делает акцент. Качественная реализация оригинальной программы – это гарант стабильности межнациональной обстановки в субъекте. Отдельно благодарит Алексея Дюмина за активное участие в подготовке к большому этнографическому диктанту. Вы входите в пятерку регионов, где наибольшее количество площадок для проведения этнографического диктанта. Мы считаем, что это не просто проверка каких-то знаний, хотя это тоже. Мы считаем, что это уже акция становится таким мероприятием по сближению народов, проживающих в нашей стране. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам национальности и правительством Тульской области подписали в этом году. Регион получил субсидии на проведение мероприятий в рамках национальной политики. Ежегодно в области их проводят больше 60. Междунациональные отношения постоянно были под вниманием руководства страны, непосредственно президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. И, конечно же, мы понимаем роль и важность всех вот этих вещей. Через неделю мы все будем отмечать достаточно серьезный праздник, значимый праздник. Это день нашего народного единства. Этот праздник объединяет всех наших сограждан, независимых от нашей национальности и от наших религий. Потому что все мы с вами одна семья. Это было, это есть, это будет. Объединять туликов независимо от национальности и вероисповедания будут и на других площадках. 2 ноября состоится финал Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». А 3 ноября тулики смогут проверить свои знания в большом этнографическом диктанте. Его проведут на 78 площадках во всех муниципальных образованиях региона.